Это вопиющий случай, на мой взгляд, тренировочный процесс, когда родители сами выделяют за свой счет, ездят на сборы. Вот, вся жизнь. Сейчас ласты принесу. В бюджете школы деньги закончились, и дальнейшие наши тренировки, занятия, то есть спортом, плаванием, мы должны будет осуществлять на своем полном финансировании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай здесь встаем, как раз панорама хорошая, растягиваемся. А где? А где по-другому? А где вы предлагаете тренироваться? Вот здесь будем приходить тренироваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, вся жизнь. Сейчас ласты принесу. Наша школа образовалась уже более 50 лет назад. В школе на сегодняшний момент занимается 434 спортсмена. Это и начальная подготовка, и средний состав, и занимаются также дети, которые имеют звание кандидатов мастеров спорта, мастера спорта, заслуженные мастера спорта. У школы на сегодняшний день нет своего бассейна. И все бассейны, в которых мы занимаемся, это Аграрный университет, Софья Перовская, Революционный финн-университет. Вся вода арендована. Так как наша школа является муниципально-бюджетным учреждением, под школу выделяет деньги город. В этом году было выделено порядка 7,5 миллионов. В конце августа, 30-го числа, директор нашей спортивной школы, Абзалов Венер Фарисович, пригласил родителей всех на родительское собрание. На котором объявил, что в бюджете школы деньги закончились, и дальнейшие наши тренировки, занятия, то есть спортом, плаванием, мы должны будут осуществлять на своем полном финансировании. То есть за каждую тренировку, за каждый час воды мы вынуждены будем оплачивать. Так как произошло, ну это произошло по простой причине, что годовые деньги были потрачены за полгода. Обратите на нас внимание, мы хотим тренироваться в бассейне, заниматься своим любимым видом плаванием, спортом. Приносить республике, в стране награды и медали разных достоинств. Если не будет этих тренировок, не будет ничего. Просто рубите детям руки. Чем им заниматься? Выйти на улицу? Нет другого занятия у них у многих. Это школы и тренировки. Любовь родителей, мамы и папы. Я считаю, что руководитель этой школы неправильно распределяет средства, неграмотно распределил весь бюджет на весь год. Получается, потому что эта ситуация уже была последние три года, повторяется. Я думаю, на ошибках учатся, и он в любом случае должен был это учесть. И вот эти 7 миллионов, которые были выделены в начале года, он должен был равномерно распределить на 12 месяцев, на весь год. А он их потратил за полгода. В школе существует и бухгалтер, и огромный большой тренерский состав. Но здесь еще, получается, нецелевое использование денежных средств происходит еще куда. То есть очень сильно раздут штат. Уже третий год подряд руководство школы фактически не справляется с достаточно несложной задачей годового планирования расходов. Есть какие-то непонятные процессы с манипулированием штатными единицами. И я так понимаю, что количество людей, которые занимаются в школе, и их целесообразность занятий в этой школе тоже вы подвергаете сомнению. То есть, условно говоря, директор, руководство школы неправильным образом распределяют, расходуют деньги, и уже третий год их в конце года не хватает. Правильно я понимаю? Конечно. Это ситуация ежегодная. Мы вот этот сентябрь уже начинаем бояться с июля, потому что мы знаем, что 1 сентября мы не зайдем на воду, что у нас не будет ни расписания, ни количества часов, ни занятий, ни дорожек. И это у нас продолжается из года в год. Деньги, которые были выделены на год, были потрачены в течение пяти месяцев. Пожалуйста, разберитесь. Насколько я понимаю, в предыдущие годы подобная ситуация тоже формировалась к концу года. Тоже была нехватка денег, и тоже было ощущение, что деньги планируются, распределяются неправильно. Вы в прошлый год, позапрошлый год обращались к руководству города, к руководству спортивного блока города с просьбой решить эту проблему? С этой проблемой я подходил неоднократно к директору нашей спортивной школы, господину Абзалову. То есть, был такой момент, что в 2017 году были урезаны тренировки, и за эти тренировки родители детей оплачивали лично из своего кармана, на что имеются квитанции предыдущего года. Теперь еще от себя лично хочу сказать, что подготовка к российским соревнованиям прошлогодним, вот у меня как происходило, то есть она проходила в городе Салавати, где я, собрав сумки, вещи и увезя спортсмена, уехал, чтобы заниматься на воде, потому что там аренда воды дешевле и условия лучше. Как вы полагаете, вот подобная ситуация, подобный способ управления финансами спортивной школы каким-то образом сказывается на результатах, которые показывают спортсмены, коллектив, скажем, в сравнении, например, с прошлыми годами? Ну, конечно, сказывается, потому что если спортсмен не будет заниматься, у него не будет результата, и как он будет отстаивать честь республики? Дословно, если взять, года 3-4 назад наша школа входила в пятерку лучших, в данный момент она занимает 27 место из 28, предпоследнее место. Математика одна, да, подкованность, да, с тематикой. Вот здесь никто не видел, вот так, давайте растянем. Хорошо, давайте так уже начнем растягиваться еще. На эту сторону можно перейти, да, ведь? Нет, этого не надо. Ага. Хорошо, еще растягиваемся. Все требования выполню. Обратите внимание просто на проблему, которая скатилась и созревала уже в течение 4-х лет. На сегодняшний день деньги в школе закончились, дети 400 человек просто вылетают на улицу. А это дети, которые будут потом бродить по улице и порядка чем заниматься. Все, и еще сдвигаемся, и еще сдвигаемся. Все ваши требования выполняются. Двигаемся. Один, второй, 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 второй. Все, сдвигаемся, сдвигаемся. Наши дети хотят плавать, тренироваться, а мы вынуждены сейчас будут забросить свой спорт, так как прекратилось финансирование нашей спортшколы номер 18. Дети имеют медали, разряды, и что теперь им идти на улицу? В данной сложившейся ситуации, вот от себя лично, что хочу сказать, то есть нужно садиться всем за общий стол переговоров. Это и администрация города, может быть даже администрация республики, администрация нашей спортивной школы, члены родительского комитета. Даже можно пригласить спортсменов, которые имеют какие-то большие регалии и заслуги, садиться и решать эту проблему, которую, я думаю, можно на сегодняшний день решить, а не обрубать это все на корню. Я хочу, чтобы у такой школы с таким названием «Школа Олимпийского резерва» был свой бассейн, и желательно 50-метровый. Я думаю, надо обратиться, получается, в правительство нашей республики и попросить их изыскать средства, чтобы наши спортсмены закончили плодотворный этот год, а в 2019 году уже грамотно распределять деньги и, возможно, поставить какого-то куратора, который будет отслеживать это. Я считаю так. Это не единственная спортивная школа в городе Уфе и вообще в Башкете, их Уфе под три десятка, а в Башкирии еще больше. Насколько это типичная ситуация, чтобы в спортивной школе не хватило выделенных денег к концу года? Совершенно нетипичная, поэтому мы с вами собрались. Это вопиющий случай, на мой взгляд, тренировочный процесс, когда родители сами выделяют за свой счет, ездят на сборы. Все для чего? Чтобы плавно с летнего периода перейти в спортивный сезон. Родители работают, выделяют, собирают деньги. Приходят в сентябре, а нам говорят, извините, воды нет. Этот процесс приостанавливается. Все потраченные силы спортсмена и материальные, и финансы родителей, они просто в воздухе растворяются. Вот мы беседовали с родителями. Они упомянули, что за последние годы качество и результаты школы, ну, как бы вниз пошли. Вы, как эксперт, как профессионал, как тренер, подтверждаете, что 18-я школа снизила свои результаты в последние 3-4 года? Да, подтверждаю, это видно. Я была, основываясь на результатах своего ребенка, соответственно, нам не давали воду, нам меняли тренера, то к одному, то к другому тренеру отправляли. Все опять из-за нехватки воды. Соответственно, ребенок расслабился, ребенок сам не понимает, зачем он ходит, чего от него хотят разные все эти люди. И, соответственно, результат упал. Наши требования, чтобы выделили финансирование для детей для продолжения тренировок и замену директора на адекватную. Помогите нашим детям продолжать заниматься по экономической, так скажем, стоимости, чтобы это все было подъемно для всех родителей, а не только для отдельных каких-то групп. Пикет родителей школы номер 18, спортивной школы номер 18, благополучно завершился. Никого не задержали. Полиция сфотографировала плакаты, проверила паспорта. Я очень надеюсь, что этот сигнал долетит до руководства спортивного блока города, до господина Хамитова, который, совершенно непонятно зачем, столько лет держал на посту господина Иванюту, а теперь его еще и перемещает в госсобрание. Иванюта в стиле Хамитова абсолютно ничего не делал. Видимо, тем и нравился Хамитову. Ну, а в городе вот эта история приключилась ввиду, видимо, ну, какого-то катастрофического упущения кадрового. Директора школы, безусловно, нужно увольнять. Посмотрим, какие результаты принесет эта акция. Я надеюсь, что результаты будут, что дети получат бассейн хотя бы в аренду и будут плавать и радовать родителей, приносить награды республике и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова